Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы. Я Елена Пеляева. И наш очередной байфинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте разберемся с тем, что происходит сейчас на рынке. Индекс МВБ у нас на экране. Как всегда, с него начинаем наш обзор. Индекс МВБ достаточно уверенно закрепился выше уровня 1440. И на самом деле сегодня имел все шансы подняться выше в район 1460. Но новости со стороны АФК системы Евтушенкова несколько изменили характер торгов. Сегодня суд отклонил просьбу защиты Евтушенкова о изменении домашнего агентства на залог. И рынок воспринял эту новость негативно. Акции башни нефти и АФК системы снижаются. И само настроение на рынке оно такое оказалось под давлением. Сегодня, кстати, день рождения. того самого Евтушенкова. И, в общем-то, эта ситуация как-то не очень позитивно к его дню рождения развивается. и так, конечно, эта новость негативна для рынка. Опять-таки, это влияет на инвест-климат российский. И, в общем-то, участники рынка боятся, что новая история с АФК-системы это новый ЮКОС. и в этой ситуации отказываются от каких-то активных покупок. Хотя, внешний фонд достаточно позитивный. И, в общем-то, ретогика и европейских лидеров, и американских в последнее время смягчается. То есть, и в заявлениях американцев начали появляться такие возможности снятия санкций. и в Европе тоже об этом начали заикаться. На Украине вроде как более-менее мирная ситуация. То есть, в общем-то, когда успокоилась Украина, тогда вот появилась еще одна проблема АФК-системы. То есть, никак не может российский рынок найти вот точку опоры, то есть, от чего можно такой позитивный фон, от которого можно начать рост. Вот. Поэтому пока достаточно сдержанно себя рынок ведет, в плюсе находится, потому как внешний фон достаточно сильно позитивный. Но рост ограничен из-за вот этих новостей САФК-системы. Поэтому пока есть возможность продолжения роста, но сейчас появляется вопрос возможности достижения уровня 1480 может быть несколько меньше будет это движение. На следующей неделе 30-го числа будут рассматриваться возможности отмены санкций в Евросоюзе. Вот по результатам мне кажется вполне может рынок перейти в какое-то направленное движение. То есть, либо вверх, либо вниз в зависимости от результата. до этого момента до 30-го числа мне кажется более вероятно все-таки боковой вариант развития событий. То есть, здесь каких-то сильных движений не будет. И как это обычно бывает в боковике будет рынок реагировать на внешний фон. То есть, в позитивном варианте будет пытаться расти, в негативном соответственно будет снижаться. Но будет держаться в обозначенном диапазоне. В данном случае по ММВБ это диапазон 1415-1480. Сейчас примерно посередине этого диапазона находится индекс. Ему в текущей ситуации все равно куда двигаться вниз или вверх. Куда подует ветер, туда и пойдет движение. Пока так. Пока шансы на продолжение роста как минимум в район 1460 сохраняются. По отдельным бумагам. ВТБ пока продолжает свое движение. Цель по-прежнему 415. Будем ждать достижения этого уровня. Что будет дальше пока говорить сложно. Газпром тоже самое диапазон. Этот диапазон мы наблюдаем достаточно давно. Есть шансы достижения уровня 140 рублей за бумагу. Пока в этих же ожиданиях и остаемся. Норникель тоже пока движения в диапазоне и здесь ближайшее сопротивление район 7550. Туда возможно будут стремиться цены в ближайшей перспективе. Так Лукойл пока демонстрирует хороший отскок от уровня 2030. То что мы и ожидали. Пока у нас цель от этого отскока 200 уровень пока в своих ожиданиях остаемся. Дальше что еще Роснефть тоже после выхода из восходящего канала переход к боковому движению. Пока здесь у нас уровень 235 сильное сопротивление. Пока я думаю что боковой вариант развития событий здесь более вероятен пока остаемся в своих ожиданиях такого бокового движения. Сбербанк тоже диапазон был достигнут уровень 80 рублей за бумагу здесь в Сбербанке. Есть еще некоторое пространство для движения вверх предыдущим максимумом. Но я думаю что тоже до следующей недели будет движение в пределах этого диапазона пока мне кажется для каких-то сильных направленных движений просто нет оснований. Так потом что еще уралкалий давайте глянем мы говорили о том что возможность от покупки 40 рублей имеется пока вот ситуация мне кажется подтверждает эту возможность и собственно можно мне кажется пока ожидать развития этой ситуации в сторону повышения. Так недавно кто-то сетовал что плохо себя чувствует Яндекс вот как раз немножко здесь оживление наблюдается то есть тот нисходящее движение которое мы здесь наблюдали собственно уже начинает выкупаться сегодня рост в Яндексе сейчас скажу сколько больше 3% сегодня здесь рост ну мне кажется все-таки здесь идет сейчас какой-то набор позиций какими-то крупными участниками мне кажется что когда они наберут себе достаточную позицию тогда уже будет собственно основное движение пока видимо позиция набирается и поэтому не дают ценам уйти выше поэтому здесь опять-таки ситуация остается мне кажется среднесрочной положительной и можно эти бумаги подержать на среднесрочную перспективу мне кажется вариант движения в район 1300-1320 вполне вероятен здесь и соответственно можно ожидать этого так что еще ну собственно наверное пока все особо каких-то интересных идей больше мне кажется сейчас нет и давайте посмотрим взглянем на фьючерсы нефть пока небольшой отскок имеет место здесь но пока нефть не вернется выше уровня 97,5 как минимум какой-то уверенности в стабилизации ситуации не будет пока цена находится недалеко от предыдущих минимумов поэтому еще одного захода вниз на район 96 долларов или может быть даже ниже исключать не стоит вот поэтому пока не особо радует ситуация с рынком нефти но будем наблюдать смотреть как ситуация здесь будет дальше развиваться с долларом рублем сегодня немножко рубль сдал свои позиции во-первых из-за вот этой истории с РФК системы были сильные ожидания у рынка что все-таки будет послабление и будет заменен арест подпиской о невыезде под залог что под залог освободят Евтушенкова но вот такое упорное нежелание суда смягчать меру пресечения оно пугает участников рынка и сегодня есть такое опять-таки движение в долларе рубле некоторое ослабление рубля здесь имеет место но мне кажется что еще будет еще заход вниз ну мне кажется 29 числа еще будут уплаты налога на прибыль и к этому моменту мне кажется будет пользоваться рубль спросом и соответственно могут быть все-таки достигнуты запланированные уровни укрепления рубля мы напоминаю ждали укрепления вот к предыдущему уровню мне кажется это вполне реально в ближайшей перспективе поэтому пока будем оставаться в этом ожидании так Артур предлагает посмотреть на распадскую ну я бы сказала что ну давайте посмотрим на распадскую почему бы не посмотреть на распадскую здесь ну наверное надо начинать с чего-то более глобального вот недельный график на распадской выглядит таким образом просто как сказать тяжело и безнадежно пока эта ситуация выглядит в таком недельном масштабе то есть абсолютные минимумы даже ниже минимумов 2008 года то есть минимум 2008 года был где-то в район 25 рублей здесь мы видим уже 17 рублей сейчас то есть в общем-то довольно-таки как сложная ситуация выглядит и в общем-то очень сложно придумать на чем может здесь возникнуть рост фундаментально имеется ввиду по спросу на уголь и на тех перспективах которые у компании есть пока вот мне кажется что здесь не очень перспективная ситуация выглядит единственное приближение зимы может быть как-то вот эту ситуацию изменит но вот сейчас мы видим что здесь достаточно такая безнадежная ситуация единственное что вот уровень поддержки 17 рублей все-таки вот уже четвертый раз подход к этому уровню происходит и соответственно от него прежде прежние три раза был отскок от этого уровня поэтому есть ожидание что и в этот раз уровень 17 рублей он выдержит но это лишь ну так скажем может обезопасить длинную позицию открытой от этого уровня но совершенно не гарантирует какого-то движения вверх в ближайшей перспективе поэтому если скажем так на отскок просто хотя бы как минимум подождать какого-то небольшого движения после толчка от поддержки ну я думаю что можно попробовать такой вариант рассмотреть но так скажем вот среднесрочно долгосрочные перспективы мне кажется остаются пока непредсказуемыми вот так вот поэтому я думаю что сами примите решение по поводу распадской мне кажется что в общем-то нет там никаких гарантий честно говоря вот по фьючерсу на индекс ртс и было у нас ожидание движения в район 119 тысяч пока я думаю что имеет смысл оставаться в этом ожидании то есть 119 тысяч вполне достижимый уровень вот уже дальше будут вопросы то есть если фьючерсу на индекс ртс удастся закрепиться выше уровня 119 тысяч тогда уже будем говорить о возможности продолжения роста пока я думаю что рано на эту тему рассуждать вот так посмотрим что еще есть так в мечеле вопрос про мечел мне кажется что вот бумага которая явно движется в направлении дефолта она на самом деле непредсказуема для анализа то есть возможно ли там отскоки в принципе вполне возможно эмоциональные какие-то отскоки могут быть на каких-то заявлениях и так далее но гарантировать здесь нет никакой возможности поэтому я бы честно говоря не советовала вам рассчитывать на эту ситуацию мне кажется что это достаточно рискованное мероприятие мне кажется что все-таки есть здесь какое-то глобальное решение что компания все-таки будет банкротиться будет у нее новый собственник будет делиться активы будут принадлежать в конечном итоге к каким-то другим компаниям поэтому возможно там как бы акции они будут потом конвертироваться в акции каких-то других компаний возможно но пока вот сейчас непонятна сама схема как будет происходить это но похоже что банкротство его не избежать уже в текущей ситуации и мне кажется что вот с такими бумагами дело иметь достаточно рискованно то же самое могу сказать и про ФК-систему и про Башнефть пока мне кажется следует воздержаться от этих бумаг потому как происходящее с компанией оно развивается в очень неприятном направлении вот поэтому думаю что с такими бумагами лучше не иметь отношений так вот все пожалуй по рынку небольшое объявление по поводу наших ближайших мероприятий в эту субботу на этой неделе день петербургского инверстора в Санкт-Петербурге у кого есть желание у кого есть возможности welcome описание мероприятия программа есть у нас на сайте можете посмотреть почитать и 2 октября тоже на бирже в Питере на Гривцово будет семинар бесплатный про торговлю роботами на бирже тоже кого интересует эта тема приходите семинар бесплатный так все пожалуй на сегодня нет Продолжение следует...